Неусуек, США. Зачем Украине понадобилась военная помощь? Объясняем, какое отношение антироссийские деньги имеют к скандалу вокруг импичмента Трампу. Дэвид Бреннам. Неусуек, США. 26 сентября 2019 года. Скандал, разыгравшийся вокруг президента Дональда Трампа и помощи Украине, превратился в полномасштабное расследование импичмента против главнокомандующего. В его основе лежат опасения, что Трамп предлагал Бартер, ключевое финансирование в обмен на иностранное вмешательство в предвыборную гонку 2020 года. В ходе июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп, как сообщается, просил Украину провести расследование в отношении кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена, Ебидин. Трамп и его союзники утверждают, что Байден, будучи вице-президентом, в 2016 году оказывал на Украину давление, чтобы та прекратила расследование в отношении его сына Хантера, Унтер Биден, некогда работавшего на украинскую газовую компанию. По данным сайта факчик, факчик.рк, никаких доказательств, что эти обвинения верны, не имеется. Звонок состоялся всего через несколько дней после неожиданного решения приостановить военную помощь США Украине на сумму 250 миллионов долларов. Трамп признал, что обсуждал с Зеленским Байден и коррупцию, но отрицает, что просил президента начать расследование или как-то увязывал его с военной помощью. Главная его проблема – президент России Владимир Путин. Когда в 2014 году прозападно настроенные демонстранты прогнали из страны промосковского президента Виктора Януковича, Путин отправил через границу войска для захвата аннексии полуострова Крым. Вскоре последовало восстание сепаратистов на востоке страны. Против Киева взбунтовались повстанцы, получающие из России деньги, оружие и даже военную поддержку. Разразившаяся война унесла 13 тысяч жизней, ранила 30 тысяч и лишила крова еще полтора миллиона. Конфликт все еще тлеет, и смертоносные столкновения продолжаются, несмотря на соглашение о прекращении огня. Российская агрессия вынудила Запад усилить поддержку Украине. Партнеры по НАТО предприняли все усилия, чтобы лучше вооружить и обучить вооруженные силы Киева и помочь им выстоять против попыток России восстановить свое влияние. Миропорядок, основанный на правилах, Москве, судя по всему, вообще не указ. Украинская армия сейчас находится в гораздо лучшем состоянии, чем в 2014 году, когда неожиданный захват Крыма и боевые действия на Востоке застали ее вооруженные силы врасплох. Международная помощь пришлась как нельзя кстати, наряду с внутренними реформами по искоренению коррупции и преступного самодовольства. В 2017 году администрация Трампа одобрила продажу Украине смертоносного оружия, шаг, от которого его предшественник президент Барак Обама последовательно уклонялся. Администрация Обама ограничилась поставками нелетальных вооружений и вспомогательных материалов, но военные чины утверждали, что стране, которая ведет горячую войну с Россией, этого мало. С той поры были налажены поставки стрелкового оружия малых калибров, систем радиоэлектронной борьбы, а также широкого спектра личного оборудования и техники, вплоть до очков ночного видения. При всей полезности украинским войскам, ход конфликта такая помощь не изменит. По данным издания Политика, Политича, первым сообщившего о задержке, предполагалось, что отложенный платеж в размере 250 миллионов долларов пойдет на закупку оружия и снаряжения, обучение персонала и разведывательную поддержку. Всего Конгресс выделил 50 миллионов долларов. Тем не менее далеко не факт, что поставка ключевых вооружений, будь то состоявшаяся или планируемая, поможет переломить ситуацию на востоке Украины. Так, противотанковые ракеты «Джавелин» и «Авелин» вообще бесполезны, поскольку бронетехники у сепаратистов нет. То же касается и переносных систем класса «Земля-воздух». Это шаг скорее символический, ведь они бесполезны, если у противника нет военной авиации. Администрация Трампа действует с крайней осторожностью. Укрепляя украинские силы и пытаясь остановить продвижение пророссийских сил, Вашингтон все же опасается предоставлять Киеву оружие настолько мощное, что неминуемо повлечет за собой симметричный ответ Москвы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.